У нас есть межгосударственные договоры. Мы ни одного его, этого договора, не нарушили. Россия пинает их, хвосты в гриву эти договоры. По нефти. Договорились 24 миллиона тонн ежегодно поставлять. До 18 сократили, потом до 16 вроде бы хотят, а вообще, говорят, 12 будем поставлять. Но вы же подписали, вот, ваша подпись. Договорились о границе, мы еще это обсудим. Прозрачные, светлые статьи, конкретно есть договора. 95-го года и последующие. Союзное государство собрались создавать. Вы представляете, вот, вы еще с этой точки зрения не оценили. Вот сейчас я говорю, это не страшно, это ничего. Может и не страшно, может быть и ничего сегодня. Но представьте, существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним розчерком пера поставил крест на всех договоренностях и сдав свой приказ. Министр один розчерком пера все это перечеркнул. Это что, нормально? Что произошло с нефтегазовыми проблемами? Мы работали по формуле определенной равнодоходных цен по газовым вопросам. Суть в чем? Газ на международных биржах, рынках и прочее, он не котируется как нефть. Газ привязан к нефти. Нефть котируется. Когда нефть была 120 долларов, все было хорошо. Мы платили дикие деньги за нефть. Соответственно, по формуле был привязан газ к этой нефти и он имел высокую цену. И мы платили эту цену. Упала нефть. До 40 долларов, сейчас 51 доллар и так далее. Значит, упал. Упала цена и на природный газ. Если мы раньше платили там, допустим, 147, 130, сколько последний раз? 132,77, последний. Упала нефть и нам сегодня выходит по этой формуле природный газ 80... 83 доллара должна быть. 83 доллара. Спохватили. О, нет. Это невозможно. Вопрос. Не я задаю пока. Пока Симашка там, правительство. Договорили, что правительство урегулирует. Нет, поскольку нет. Мы не будем поскольку продавать вам за 1000 кубов 82. Платите, как платите, там 132 и прочее. Почему? А потому что это и так самая низкая цена. Мы никому по такой цене не продаем. Я говорю, нет, это не логика. У нас есть договоренность, у нас есть практика, у нас есть жизнь. Более того, наши отношения союзные по нефти и газу, по цене, мы заложили и в Евразессовские. Но тогда, на этой высокой цене. Но это договоренность. И ее надо выполнять. Более того, упала нефть, упал газ. Но наполовину упали и наши доходы от реального сектора экономики, продуктов питания, тракторов, автомобилей, которые мы в Россию продаем. Все уже понизилось. Начали искать выход из этого положения. Но мы должны были до 1 января прошлого года уже договориться. Наши министры туда, я их посылаю, проезжают. С ними разговаривать не хотят. Просто наплевательское отношение. При встрече Путину я об этом сказал. Я говорю, если вы будете к моим министрам так относиться, мы больше к вам не поедем. И диалог вести не будем. Вот я разберусь. Я разберусь, это ненормально. Проходит некоторое время, то же самое. Было так, что некоторых высших даже должностные лица ехали туда. И министры, они в приемной сидели с утра до вечера. А министр там, его коллега забывал, что там белорусский министр находится. И я что, должен на это спокойно смотреть? Они тоже люди. Ладно, это детали. До 1 января прошлого года не договорились. И тогда правительство принимает решение и мне докладывает, что мы платим России за тысячу кубов не 82 доллара, как надо. Как мы обычно, практика была. Коль они не соглашаются, не договариваются, мы будем им платить сколько? 107? 107 долларов, да. 107, не 132, а 107. А должны были платить 83. И мы приняли решение, в 16-й год платили им 107 вместо 83. И вот тут они посчитали, что мы недоплатили, если из цены их 132, 550 миллионов долларов. Верните нам 550 миллионов долларов и прочее. И все там зашло до тупиков. Вдруг договорились. И вы слышали, в конце прошлого года, я уже позвал награждать всех хотел. Все, договорились. Они согласились, что мы теряем при этом. Что мы правы, мы теряем в этом году там 600 или сколько, или 700 миллионов долларов. В следующем году, сколько мы потеряем от этой разницы цены и так далее, если будем платить 132. И они говорят, мы вам компенсируем эту разницу. 132 минус там 107, получится там 25, а надо отнимать 83. Тогда получится не 20, а 50 целых долларов там и так далее. Но мы уже согласились наполовину. На этот год. А на 17-й давайте будем договариваться, надо платить как нефть поведет себя. Договориться пока не смогли. И уже началась какая-то канитель. Вчера соглашаются, ладно, давайте по-старому работать. Нам это проще, легче. Через сутки нет. Нет, это не подходит к тому, что начальники якобы не согласились. Вот идет эта тягомотина. Это нормально. Как это понимать? Как я могу это расценивать? Ну, как издевательство. Мы потерять больше можем. Мы можем больше потерять. И я всегда, я написал от руки, прямо Путину, несколько строчек. Не надо нам идти этим путем. Из-за полмиллиарда, при нашем ВВП, в 75 миллиардов долларов по паритету 100. Потому что это в кривую счет. Что такое 500 миллионов? Это ничто. Это, говорю, приведет к эскалации по многим направлениям. Что вот вроде бы так оно и получается. Уже до границ дошли. Они от кого границу закрывают сегодня? От кого? Что это за пограничная зона 30 километров? У них, они что, лучше обороняют границу, чем мы? Тысячу раз хуже, чем мы. И у них есть где защищать границу? И надо защищать. Это, я считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать. Каждое государство, они и мы, у нас нет общей визовой договоренности и единой визы. Мы имеем право принимать кого мы считаем нужным в свою страну. Они это делают. Кого только они не принимают. Даже террористов бывших. Ну нормально, надо разговаривать. Мы это поддерживаем. Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы для граждан каких-то стран? Ну не хотим мы им давать разрешение, чтобы они у нас спрашивали разрешение, приехать или не приехать, бумажку получать, визу и платить деньги. Ну не хотим, приезжайте. Мы считаем, что они от приезда к нам, мы получим от этого больше. Они заплатят деньги. Главное ведь состоит в том, что мы разрешили приехать людям на пять дней без визы через аэропорт один в Минске. И какая-то угроза национальной безопасности России. Все же осталось как раньше. Ты приезжаешь с визы или без визы, не важно. И везде, где бы ты ни въезжал, компьютеризировано пробили. Нет, дорогой мой, до свидания. Ты не въездной. Ничего же не изменилось в этом плане. Что за дело? А, они без нас приняли это решение. Я так думаю. Так более того, мы имеем право принять это решение. Мы суверенная и независимая страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова